приветствую всех на моем канале меня зовут наталья и сегодня будет информативное видео мне часто задают вопросы о размерах молдов какая высота какая ширина высота внутри молда и многое другое также у меня появились некоторые новые молда ссылочки я все оставлю видео где я рассказывала про моды и надеюсь все всем станет понятно ну что же приступим наверное начну с самых популярных это молдвензель как я его называю получается он 13 с половиной сантиметров высота шесть с половиной сама лепнина получается 12 с половиной и четыре с половиной маленькие 4 сантиметра на полтора ну и эти маленькие шубы ориентировались вот очень часто задают вопрос про этот молд вот что получается он общий общая высота восемь с половиной внутренняя 4 ширина шесть с половиной и внутренняя 3 и 3 сантиметра и сама лепнина получается семь сантиметров на пять сантиметров следующий молд балерины сам молд получается примерно 10 с половиной ширину и высота 8 сантиметров сами фигурки семь с половиной чтобы вы примерно видели три с половиной балерины ну и высота семь с половиной следующий молд получается 8 на 8 он и сама лепнина получается восемь с половиной высота и ширина 7 и чуть-чуть и внутри получается три с половиной сантиметра 36 следующий молд ширина 5 с половиной высота 8 и сама лепнина получается шесть с половиной на четыре с половиной если брать все краешки наверно самый популярный ангелочек почти 4 сантиметра 38 и высота 5 сам ангел получается 4 сантиметра на почти 3 следующий молд 9 сантиметров на четыре с половиной камея получается 2 и 3 миллиметра ширина и высота 3 сантиметра и сама рамочка получается высота общая 4 с половиной на три с половиной следующий молд это у меня новый ссылочку на него я конечно же оставлю получается почти восемь сантиметров на восемь и сама лепнина получается девять с половиной на девять с половиной очень красивый молд с этим молдом вы уже знакомы сама 8 с половиной диаметр и сама лепнина получается 7 сантиметров диаметр внутри четыре с половиной вот этот молд также вы знакомы он достаточно большой самый 10 сантиметров ширина на семь с половиной и лепнина получается 8 и 7 сантиметров высотой и ширина 6 и 3 внутренняя часть свободная пять с половиной на четыре сантиметра вот этот у меня тоже новый молд ссылочку оставлю если не оставила не помню он получается 8 на 8 и сама лепнина получается 9 сантиметров на 7 и 2 диаметр внутри четыре с половиной еще один новый молд ссылочку также оставлю 8 на 8 и и сам сама лепнина получается также 8 сантиметров высотой и шириной 6 с половиной внутренняя часть 4 сантиметра и на три с половиной следующий молд несколько фигурок в одном и получается он 11 с половиной и высота 7 сами фигурки елочка получается 6 и 2 и самая широкая сторона 4 сантиметра олень получается шесть с половиной и примерно на 47 сосулька 4 сантиметра и маленькие снежинки вот такой новый молд у меня колокольчике высота получается 9 сантиметров на почти 5 и 2 здесь колокольчики разного размера получается 3 и 8 высота колокольчика на 3 и маленькие 3 сантиметра на два с половиной и совсем маленький 2 и 3 на 1 и 8 ссылочку на него я также оставлю часы вы видели этот молд ширина четыре с половиной на 5 и 2 3 следующий 8 сантиметров на четыре с половиной и сама лепнина получается где-то 6 и 8 на 3 сантиметра вот этот молд ангелочки сам молд получается почти 6 сантиметров 5 и 8 ширина его 4 и фигурки практически такого же размера 5 сантиметров на три с половиной такой молдуме есть к сожалению у меня не сохранилась ссылка на него ну вот он 7 с половиной диаметр и фигурки получаются маленькие два с половиной два с половиной звездочка два сантиметра приступим к следующему там здесь у меня ангелочки я думаю такой мол тоже у многих есть и ангелочки получается три сантиметра на три небольшие вот этот молд я его один раз только использовала такой молд я не советую покупать 13 с половиной он выходит на 4 так как он достаточно толстый некрасиво смотрится на игрушках три с половиной и сама лепнина выходит 12 с половиной вот это у меня новый молд красивой розочки и получается общая высота молда 12 с половиной и ширина почти 7 и сами фигурки 6 сантиметров на два с половиной если не учитывать края и по уменьшительно и здесь идут маленькие розочки вот такой молд 5 сантиметров высота на 6 и сама лепнина получается 4 на 5 вот этот мод очень красивый мне он очень нравится 10 сантиметров высота молда почти 5 и сама лепнина получается 9 сантиметров на три с половиной вот этот молд я купила в кондитерском магазине 3 и 7 получается и высота молда 48 новый молду меня ссылочку также оставлю на него получается он внизу девять с половиной на 12 с половиной и высота 7 с половиной сантиметра сами фигурки получаются шесть с половиной на четыре с половиной до высота 6 половиной у всех и примерно 4 сантиметра здесь поменьше два с половиной вот этот молд я его также показывала получается он чуть больше трех сантиметров три и три и общая длина его 31 сантиметр с половиной наверное даже и еще один новый молду меня вот такой большой он получается 20 сантиметров на 12 сантиметров на 12 с половиной и сами фигурки выходят 11 половиной на 5 сантиметров пиночек этот вы уже видели получается также 10 с половиной ну и высота три с половиной ну вот я надеюсь вам все размеры показала и не будет так много вопросов мне конечно хочется всегда всем ответить и помочь надеюсь этим видео я ответила на ваши вопросы по размерам на моды а на сегодня все до следующих встреч пока пока